Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Начнем с 28 сура, 76, 77, 78 до 84. Ну, там ж много аятов, мы возьмем что-то основное в них. Они повествуют о Кааруне, в свое время очень влиятельная личность, очень многого достиг. И при этом еще в свои времена Моисея он был и двоюродный брат Моисея. Семь из шестого аята, начиная с . Как я сказал, он был двоюродным братом Моисея. Это здесь в пояснении в квадратных скобках я пишу, а так . . Поистине, говорится в Коране, был из народа Моисея. . Но, здесь в квадратных скобках поясняю, став обладателем неслыханного по тем временам богатства, начал покушаться на них. Но здесь, опять же, на права и свободы других людей. Опять же, пояснение, как это происходило, в тафсирах поясняется, испытывая пренебрежение к ним и возгородясь собой. Начал, в то же время переводится, как начал притеснять и обижать других. Мы с вами не раз говорили, что люди, мы люди, порой представители власти или каких-то очень влиятельных людей, считаем, что вот они такие, сякие, плохие, выискиваем в них недостатки, говорим, что они неправильно себя как-то повели. Но реалии жизни таковы, что, если человек, тем более с низов, достигает, добивается очень многого в жизни, то вот это вот у многих срабатывает. То есть, может быть, даже раньше он и других критиковал, но когда, если все-таки, тем более, что добиться многого, как Корон, он очень многого добился, добиться очень многого – это значит потратить очень много чего? Сил, времени. То есть, считайте 10, 20, 30 лет вы работаете на свое имя, вы работаете по какому-то направлению, вы врач, неважно, научный деятель или бизнесмен, абсолютно неважно. То есть вы над чем-то очень серьезно работаете год, 5, 10, 20, 30. И вдруг, то есть вы реально очень многого достигаете. Конечно же, вот 30 лет, когда другие гуляли, особо не напрягались, по вечерам телевизор смотрели, а вы как бы днем и ночью работали, через 30 лет достигли очень высокого уровня. Я не знаю, там министром вы стали или кем, или в список Forbes вошли. На вот это вот состояние и люди с ним сразу сталкиваются. То есть люди обманываются тем, что они все-таки 30 лет в поте лица работали, теперь они чего-то достигли и теперь уже всех остальных они воспринимают, как такой термин быдло. То есть как бы, ну, как нелюдей. Смотрят на них свысока. А тем более уже дальше это , притеснять кого-то, да, ущемлять их права. Вот у Коронны, как раз, такая ситуация произошла. По сути дела, ничего такого особенного не было. Он наследство не получил. Он сам добивался поэтапно, поэтапно, поэтапно. Добился очень многого. Но его проблема была в том, что , вот именно вот эта часть. То есть вот это возникла у него проблема в его отношении к другим людям. Начал покушаться на, я в квадратных поясняю, права и свободы других. Опять же здесь пояснение. Испытывая пренебрежение к ним, возгордясь собой, начав притеснять, обижать. Но очень часто, когда человек достигает очень высокого уровня и он там 30 или больше лет к этому шел. Все. То есть он начинает оправдывать очень многое, в том числе, очевидное зло. Мы с вами не раз об этом говорили и в истории этого подтверждения очень много. Здесь сразу в этом же аяте идет. Всевышний, он к себе относит напрямую в этом глаголе то, что дал корону. . То есть мы, говорит Всевышний, дали ему аль-кунуз, причем с алиф-ляма идет, с определенным артиклем. Мы дали ему не просто одно богатство, много богатств. Вот именно во множественном числе вот эти сокровища, они в большом количестве, но, если вы помните, там какой-то, по-моему, лет 9 назад мы с вами это цитировали как раз. Там очень тонкий нюанс, как описываются его сокровищницы. Помните? То есть каранический текст очень интересным образом описывает его сокровищницы. То есть у него настолько много было сокровищ. Да. . То есть ключи от этих сокровищниц, они их с трудом несли здоровые мужики. То есть люди сильные, мужчины, да. Если перевести так подстрочно, то мы дали ему столько сокровищ, что группа физически сильных мужчин изнывала под тяжестью ключей от них. . Именно вот этот глагол изнывать, сгибаться под бременем. То есть им было тяжело поднимать. То есть настолько это просто ключи от сокровищниц всего лишь. И здоровым. И причем здесь говорится то, что это группа, то есть не один человек, а физически сильные мужчины, они изнывали группа таких людей от тяжести этих ключей. Ну и здесь я поясняю в квадратных. Не говоря уже о самих сокровищницах и количестве хранилищ. Далее идет. . Народ его сказал ему. Послушай. . Вот это вот как таковой радость. Да. Но радость в хорошем смысле, пожалуйста, человек и радуется, и улыбаться сунна, и смеяться сунна. Это все хорошо. То есть радость – это хорошо. Но здесь везде в Тавсирах всегда проговариваете. . То есть он именно здесь, если так перевести, это ликование занудщего человека, высокомерного и надменного. То есть он именно ликует тем, что он выше других. И вот эта его радость, она сопряжена с тем, что… То есть радость с таким богатством сопряжена с тем, что тем самым он смотрит на других свысока. То есть радость, она идет в сопровождении заносчивости, высокомерия и надменности. И вот ему как раз и говорили . Не радуйся. То есть именно радостью именно таким, ликованием заносчивости, высокомерия и надменности. И помечали. Тем более, что он же был из народа Моисея. То есть в любом случае и сам Пророк Моисея, и те или иные мудрые люди, которые были рядом с ним. То есть они ему говорили. То есть не вопрос, пожалуйста, будь богатым, но надо все правильно ко всему этому относиться. . То есть поистине Аллах, Бог Господь, вот таких людей, которые ликуют заносчивое высокомерное надменно, он их не любит. То есть рано или поздно эта нелюбовь Всевышнего может в чем-то проявиться. И вот эта грань, ее можно сам на разных этапах жизни почувствовать. То, что когда мы других считаем просто за, а не никто. То есть думаю, что вам не нужно было сталкиваться именно с богатым человеком или с влиятельным человеком. Где-то просто на улице даже с кем-то столкнулись. В 90-х то есть то же самое. Очень часто люди такого преступного характера, неважно, в погонах или в наколках, абсолютно неважно. То есть они считают, что вы никто. Они готовы вас и так оскорблять, и сяк оскорблять. Вы для них никто. И в этом случае, как я обычно говорю, это на семинары говорю – подтвердите статус. То есть здесь нужно уметь подтверждать статус. Если вы поняли. Поэтому для себя, делай вывод для себя. . Вот это состояние, которое описано в аяте, и в том числе тоже описано в Коране, в этом аяте ликование заносчивости. Если первое – это пренебрежение другими людьми, покушение на их честь и достоинство, права, свободы, то второе – это ликование заносчивости высокомерного такого надменного человека. Вот эти две вещи, в них как раз и попал . То есть это была его такая, вот эти две вещи были двумя очень серьезными его ошибками. 76 аят потом еще раз взгляните, посмотрите. Потому что в той или иной степени каждый человек может с этим столкнуться и это вот, я это называю практика веры. Практика веры. Практика веры. Практика веры. Практика веры. Звучит до встроения. Продолжение следует...